Всем привет, дорогие друзья! Сегодня пятница, выпуск должен был выйти вчера, но по кое-каким причинам этого не получилось. Начало этого выпуска должно было быть позитивным, так как я собирался выйти в отпуск. Но в четверг, 20 июля, я узнал о том, что вокалист моей любимой группы Linkin Park, Честер Беннингтон, умер. И для меня это было шоком. Я два дня находился в ужасной депрессии, и вообще не хотелось что-либо делать. Я вообще этот разговор откладывал всегда на потом, вот до конца, на потом, потом. В итоге сегодня пятница уже, и я записываю сейчас уже этот разговор. Мне стало лучше, легче. Я подготовлю специальный выпуск, обязательно. А пока просто хочу, чтобы вы поняли, что этот выпуск не такой уж и позитивный. Я надеюсь на ваше понимание. Всем приятного субтитра! Вот я вышел из дома, чтобы закинуть деньги на телефон. Дошел в итоге до Рамуса, хотя мог возле дома закинуть. Но не могу, короче, я находиться дома. Решил прогуляться. Я даже не знаю, что говорить. Какой-то вот такой выпуск получается. Мне стало легче, и я решил прогуляться, пройтись. Вроде уже и не такой отекший. Есть, конечно, вроде чуть-чуть чувствуется. У меня просто пропало желание что-либо делать, что-либо снимать. Поэтому я даже не знаю, каким получится этот выпуск. Потому что настроения пока вообще нет. Куда идем, Диан? Куда мы туда идем? За платьишком. За платьишком. Куда тебе это платьишко? В школу. Вы в школу в платьях ходите? Да. Но она же школьная. Почти. Вот такая вот молодежь живет в Башкирии, в Училлах, в деревне. Ну просто как бы. Я заказала платье хотя бы вот отсюда, да? А у нас пятиклассница ходит вот в таком. Такие вот юбки, да? Они, ну как. И это считается еще школьной формой. Даже если не школьная, учителя особо. О, крутая тачка. В общем, заказали мы одежку. Диана себе одно платьишко. А я не знаю сколько всего. Там несколько футболок, кеды, мантия, носки, рубашка, по-моему. Ну еще что-то, я не знаю. Но это как-то будет странно смотреться, что я иду с большим пакетом, а Диана с одним платьишком. Сейчас я вам все покажу. В общем, что за магазин, где я заказываю одежду. Расскажу, как быстро доставка работает, как хорошо все. Если брать самовывоз, то тебе еще 5% скидку дируют. Так что поэтому мы идем сами, а не курьером. Вот, в общем, интернет-магазин Wildberries. Там я заказываю иногда себе одежду. А вот эта девочка лоханулась жестко с размером. И в итоге она не забрала платье. У-ху! Победитель по жизни. У-ху! Я на жипточке на свет. Да, я сейчас тебя обосру тут. Вы, кстати, тоже можете в комментариях ее обосрать. Ну, а у меня что? А у меня бермуды, 3 футболки, кеды. Все по размеру, все идеально, все ровно, четко. Ну что, давайте все-таки посмотрим, что нам сегодня пришло. Вот такая вот черная футболочка. Она, короче, стоила 1600. Я ее взял за 1300. Ну, такая небольшая скидочка. Такая вот красная футболка. Она тоже стоила 1600. Я ее взял также за 1300. Футболочка Tom Farr, Forever Young. Ну, это такая футбана какая-то маленькая. Я ее вряд ли буду одевать. Это то, что я давно хотел. Борж-шорты. Я, в общем, думал, что они длиннейшие. Но они оказались того же размера. Борж-шорты стоили 4 400. Я взял за 3300. Вот они, мои кеды новые. Они стоили 4700. Я их взял за 2900. Так на лето пойдет. Вот такая шикарная обувь. С звездочком. Еще мне должны прийти носочки. Три пары. И мантия черная. Это вот я ее жду. Идем дальше. Как весело проходит у меня эта неделя. Сегодня я еду в Каракул. Сейчас скоро приедет Иван Брусенцев. На воскресенье были немножко другие планы. В 10 часов я должен был идти на стрижку. А в 12 мне еще кое-куда надо было. Я пока не могу сказать. Это такой сюрприз. И шок будет для многих людей. Но я все-таки решился на это. Насчет стрижки, что я хотел сказать. Если вы договариваетесь, то старайтесь приходить по записи. И я вот взял и проспал. Я мудак. Я просто обожаю сочетание черного и красного. Везде даже вилочки, видите, какие. Салют. Давно ждешь? Нет, недавно вот пришел. Пока ехал, тут 15 человек встретил знакомых. Едем в парк Каракуль на фан-контест. Мы находимся в парке Каракуль. Сегодня здесь костюмированная вечеринка. Все настраивается, все только впереди. И народ тянется. Где-то долго тянется, по-моему, нет? Да нет, только все отрезвели недавно. Проснулись, по-моему, стоят еще не все убраны. Посейдон, можно у вас пару слов взять интервью? Что сегодня за мероприятие? Расскажите, что там вообще происходит здесь? Что за бакханалия здесь творится? Здравствуйте, у нас сегодня фан-вэй-контест. Мы впервые в Нижнекамске проводим костюмированную вечеринку. То есть одеваемся в костюме, тусим, отдыхаем, катаемся на вэйке. И все будет клево. Что здесь сулит победителям и проигравшим? Кого сегодня на дно морское ты утянешь за собой? Сегодня никого. Сегодня у нас все получают призы. И главный приз у нас недельная халявная хатка. Короче, кто победит, будет неделю кататься. Да, остальные все получают призы. Бототный парк, улетный. И будут прыгать там. Все, круто. В роли кого вы сегодня здесь? Харли престарелая Куин. Харли престарелая Куин. Ну почему сразу престарелая? Да, вполне еще. Потрепала жизнь. Вполне. Нижка, она же такая прям боевая, поэтому все нормально. Готовы прыгать, падать, бегать. Будете гонять тоже на доске. Все, здорово. Я знаю этого Супермена уже давно. Он реально Супермен может летать. Давай, расскажи нам, что сегодня будешь такого интересно вытворять. Для начала я прокачусь. Круто! Вау, круто! Не кажем вам. Потом улечу далеко-далеко спасать людей, ставить их-то вейкборд. Сегодня у нас точно будет веселый праздник, наверное. Но это не точно. В роли кого вы? Угадал я Дэнни Трэхо? Я Амиго. Амиго. Мексикана, да. Вот же, вот же все написано. Сомбреро видим, да. Где? Маракасы? Нету, оставили. Но все, вместо Маракасы надо держать. Места не было, доску грузили. Места в машине не оказалось. Это вчера, похоже, люди приехали здесь, спали, да, я так понимаю? Откуда ты приехал? С Челнов. Это вот вы, получается, здесь вчера ночевали, жили. Круто! Вот у нас еще здесь Мальвина сидит, да? Мальвина? Да, Мальвина. Думай о новом трюке. Печальная какая-то? Такая погода. Чей у тебя костюм сегодня? Костюм без костюма. У меня сегодня отличный костюм волшебника-малера, но он лишь предстоит еще оказаться на мне. Все понятно. Мы ждем этого момента. Спасидон, расскажи, что у тебя вообще интересного происходит в парке? Здесь можно кататься вот на сапсерфе. Крутая штука, сейчас она очень знаменитая. У нас есть катамаран, водный велосипед, четырехместная прогулочная лодочка. Ну и самое главное, это катание на водной доске. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы договорились сшить костюмы, а я не сшил. Вот и все. Вся история. Поэтому я болтал. А здесь только четкие пацаны, они слово держат. А что я не прыгнул? Какой бы есть квадратик, мы бы поставили там. Я боялся потерять. Вот так вот отдыхают в бейк-парке Караколь. Сегодня находимся в парке «Семья». Сегодня будем снимать разговор с нижнекамцами. Я жду Джина. Совсем скоро он подойдет. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Нижнекамские новости. Парочки влюбляются, парочки влюбляются, парочки женятся, целуются. Ребят, привет. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Альтерновости. Я не знаю, мне кажется, что вы застали меня врасплох. Я над этим не думала. Все, круто, молодец, спасибо. Да, да. Ладно, все, тогда вопрос. Смотри, такие же жертвы. 47, 48. А, ладно. 56. Я не знаю. 50. Один. Ляп, расскажи. Дерево. Все, а ты бы что дополнил? Дерево. А как деньги тогда зарабатывать в заводах не будет? Бутын. Бизнес. Какой? 50. 51. Мы не местные, мы с Ростова. Ого. Почему вы опять снимаете? Слушай, опять мы. Мы как снимали, так и продолжаем. Мы же сказали, что вы обманули. Кто вижу, как раз кнопка мигает, это мы снимаем, значит. Круто. 55. 55. Правильно. А что вы? Да, привет. А можно в Ростове, чтобы не показывали это видео? Ну нет. Ставьте, 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 ставьте лайки, подписывайтесь на канал Альтера. Увидимся на следующей неделе. Да? Что на следующей неделе будет? На следующей неделе? ЗВАНЬБА! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА